Вот машинка перемещения в пространстве. Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно. Это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идёт? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Скажите номер вашей планеты в тентуре. Или хотя бы номер галактики в спирали. А то я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой. Знаем мы ноль. Забыли, родной. Привет всем! Это седьмая серия сборки робота Фёдора. Сейчас вы увидите сборку редукторов для ведущих блоков колёс, а также изготовление редукторов для поворотных блоков. Видео построено таким образом, что большая часть работ понятна и без слов. Развиваем фантазию и творческую мысль. Всё, что нам нужно, это желание самим что-то сделать своими руками. Как я уже упоминал в предыдущих видео, детали печатаются пластиком ПЭТГ. Мой самодельный принтер позволяет печатать довольно-таки качественные 3D модели. В редукторах используются подшипники под оси шестерён. Внешним диаметром 11 мм и внутренним диаметром 5 мм. Все эти шикарные запчасти берём, конечно, на Алиэкспресс. В редукторах предусмотрены посадочные места под шаговые двигатели НЕМА-17. Крутящий момент от 40 Ньютон на сантиметр. Редуктора для поворотных блоков из красного пластика ПЭТГ. Как мы видим, у робота 4 поворотных блока, 2 из которых ведущие. Вот сборку ведущих редукторов из белого и синего пластика вы видите в данный момент. Для печати деталей используется температура 245 градусов при толщине слоя 0,25 мм. Редуктора ведущих узлов состоят из двух частей корпуса и трёх шестерён. Редуктора поворотных узлов состоят из трёх частей корпуса и трёх шестерён. Конструкция поворотного редуктора обусловлена тем, что крутящий момент передаётся ведомой шестерне диаметром 190 мм. Поэтому шестерня ведущая имеет больший размер зубьев, который определяется значением константы M при расчёте шестерни. Хочу напомнить о построении шестерён в автокаде. Для построения используется специальный скрипт на языке Lisp, который позволяет строить цилиндрические шестерни с прямыми зубьями по эвольвенте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Концепция моего робота включает в себя подвижную платформу, в которой будет находиться блок управления и взаимодействия с окружающей средой, а также бак для мусора и мини-турбина для работы в режиме пылесоса. Позначимая часть работы при этом будет уделена руке-манипулятору системой осязания и положения в пространстве. Эта рука-манипулятор должна будет работать со шлангом пылесоса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok